Сегодня Сорунбай Джинбеков провел онлайн-совещание с председателем Государственного комитета национальной безопасности Урусбеком Упумбаевым. Глава государства и глава ГКНБ обсудили вопросы, связанные с обеспечением национальной безопасности страны, борьбой с коррупцией, а также о мерах по реализации решений Совбеза. Урусбек Упумбаев рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Дюбург-Кинеша, в рамках которых подготовлен план совместных мероприятий ГКНБ, МВД и Генпрокуратуры. Мадина Низамова продолжит тему. Как сообщил на онлайн-совещании Урусбеку Упумбаев, ГКНБ усилил служебную дисциплину среди сотрудников. Для исполнения задач по демонтажу коррупционных схем в госорганах продолжается взаимодействие Советом безопасности. Особое внимание ГКНБ направлено на уровень руководящего звена. На уровне руководящего звена за коррупцию к уголовной ответственности были привлечены 26 руководителей государственных органов. Два бывших мэра столицы и 60 руководителей органов местного самоуправления. Также к ответственности были привлечены 32 работника судебной системы. Из них 20 должностных лиц – это сами судьи. Анализ ГКНБ показал, что наиболее коррумпированные секторы – это госзакупки управления госимуществом и муниципальной собственностью, а также судебные правоохранительные и фискальные органы. За два прошедших года 215 сотрудников данных сфер были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию. С начала 2018 года по настоящее время Госкомитетом национальной безопасности Кыргызской республики были расследованы свыше 1017 уголовных дел коррупционной направленности. Привлечено к уголовной ответственности 529 лиц, осуждены 96. Возмещено в счет государства порядка 1 миллиарда 230 миллионов сомов. Так, накануне благодаря совместной операции КСГ, КНБ и МВД был задержан полковник милиции, который пытался сбыть наркотики. По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье «Незаконное изготовление наркотических средств с целью сбыта». Установлено, что он пытался сбыть незаконно приобретенные наркотические средства с малоканнабиса в виде 166 брикетов общим весом более полтора килограммов за 581 тысячи сомов. В ходе онлайн-совещания глава государства подчеркнул, что ГКНБ нужно улучшать качество расследования уголовных дел, а также усиливать работу по возмещению ущерба по коррупционным и экономическим уголовным делам. К демонтажу коррупционных схем должны подключиться все территориальные органы ГКНБ, сказал Сурунбайджинбеков. Относительно борьбы с коррупцией были изменения, отдельные есть шаги. К примеру, отменили срок давности тех людей, которые в свое время отбывали наказание. Ввели производство, есть пример по незаконным обогащениям чиновников и ряд таких мелких направлений, но, к сожалению, этого мало. Борьбу с коррупцией нужно решать только один метод – это обеспечить прозрачность деятельности всех органов власти. Президент обсудил с главой ГКНБ вопросы цифровизации. Розбеку Пумбаев сообщил, что в комитете образован координационный центр по обеспечению кибербезопасности. Проводится работа по всем разрабатываемым и используемым автоматизированным системам в госуправлении. Кроме того, глава государства поручил ГКНБ усилить контроль за приграничными участками для недопущения в страну членов экстремистских и террористических организаций. Органы нацбезопасности должны приложить все усилия и по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации во время выборного процесса.